привет дорогие друзья партнеры с вами снова владимир лазенко это канал фабрика каркасов знаете мы находимся в ростовской области мы переезжали между объектами проводили съемки и пока ехали вспомнил что в поселке пчеловодном мы тоже делали объект он был маленький незначительный на нем не стоит много сосредоточивать своего времени но тем не менее я думаю что этот опыт и этот пример возможно кого-то вдохновит на похожее решение и так что мы имели нас позвали в ангар который был построен с легких металлических конструкций с ластака но профиля делала питерская компания это те самые профиля когда ширина там 250 300 2 миллиметра 3 миллиметра толстая сталь соответственно из этих конструкций был собран ангар высота была внутри 6 метров и нас туда пригласили сделать перегородку в этом ангаре потому что нужно было производственную зону разграничить зоной офисная то есть ангар поделили на две части соответственно мы из нашего профиля 89 быстренько сделали перегородочку высота и а кстати нет не 6 метров там порядка 7 метров высота стенки получается то есть мы ее под размер сразу сделали в проекте полностью единой конструкции перевезли сюда собрали установили и получили перегородку внутреннюю сторону которую он использовал под офис заказчик утеплил вообще полинором кто-то может быть знает такое утеплитель он напыляется с баллончиков полинор возможно кому-то понравится такое решение а саму перегородку он закрыл звуковизационным базальтовыми матами соткой и зашил то с двух сторон профлистон поэтому знаете можно же было бы сделать это с гипсокартонного профиля но гипсокартонного профиля тонкая толщина это 0 55 миллиметров и они все как правило делаются мерными кусками по три метра палки эти да и но тяжело такие высокие конструкции собирать поэтому как раз так я считаю что технологии лстк для таких вот перегородок в ангарах в производственных помещениях в кинотеатрах в больших каких-то торговых центрах цельная перегородка высоту есть ее сверху стенку не нагружать кровельными конструкциями а стенку можно сделать высоты там ну не за метров 10 в принципе но лишь бы перевести это может было потом в кусками да на самом деле хорошее решение возможно у вас есть такие потребности это может дистанционно прислать чертежи по этим чертежам сделать полу перегородку и просто транспортной компании отправить неважно где вы находитесь в россии или даже за границей на самом деле вот таких решений у нас очень много к сожалению все их отснять мы их не можем они маленькие про них много не расскажешь возможно этого одного примера будет вам более чем достаточно и раз уж так получилось что мы записываем этот ролик тут же наверно хотелось бы сразу сказать что я последнее время начал замечать такой тенденции что на просторах ютуба в интернете по запросу лстк можно встретить не только профиля из которых можно строить офисные здания коммерческие но я имею до профиля высокой готовности либо поганаш либо термопрофиль то есть тот который называется больше наверно такой для гражданского строительства да и также есть профиля которые применяются для строительства исключительно ангаров агрокомплексов каких-то комплексов сто именно оцинкованные конструкции которые применяются только лишь под применение сэндвич панели этой конструкции с которых но можно но невозможно сказать можно но нельзя неэффективно строить жилую недвижимость или офисную недвижимость потому что слишком емкие конструкции применять только при условии ты будешь ютёплеты�� из панели возможно да ну прям построить дом с таких конструкций невозможно но тем не менее их тоже некоторых называет誰 стака его здесь я бы наверно хотел бы договориться а может быть, внести какое-то некое правило или определение, потому что об этом нигде не написано. На самом деле, я считаю, что это совершенно две разных технологии. И на мой взгляд, когда были черные металлические конструкции, большие швеллера, и из них делали ангары, это тяжелый металл, из них делали конструкции, появилась вот эта технология промышленная, ЛСТК, про которую мы говорим, вот эти профиля, 300 мм ширина, толщина 3 мм, 4 мм, 2 мм, 250 мм ширина. Был черный металл, появилась эта конструкция. И, конечно, эта конструкция, эти толстые большие профиля, по сравнению с большими тяжелыми черными рамами, они были легкими, тонкостенными, и на фоне этого черного металла можно было назвать это технологией ЛСТК. Но прошло определенное время, и стали появляться технологии ЛСТК на меньших сечениях, на тонких сечениях. Появились роботизированные линии, на которых работаем мы, где такие же промышленные здания высотой до 6 метров можно сделать с профиля толщиной 0,8, 1 мм. Соответственно, это действительно тонкостенная конструкция. И его также, соответственно, называют ЛСТК. Так вот, ребят, когда появились наши конструкции, тонкие, в высокой точности профиль, я считаю, что такие промышленные профиля ЛСТК называть, ну, это заблуждение. Это уже нелегкие стальные конструкции. Поэтому, когда набираешь ЛСТК, ЛСТК, смотришь, там промка, 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 промка. И, возможно, того, кто в этом не разбирается, он просто, в принципе, не поймет, как я из этого могу строить частный дом или какое-то офисное здание. И именно поэтому многие задают вопросы, а что-то у вас тонкий какой-то профиль, там широкий, а тут тонкий. Насмотрится вот этих промышленных ангаров. Поэтому, ребят, давайте с вами договоримся, не путать понятия. Есть черные металлические конструкции, да? Есть ЛСТК. Действительно, легкие, тонкостенные, облеченные конструкции. Не путайте, пожалуйста. И перестаньте называть себя ЛСТКшниками, когда вы строите такие ангары. Я не хочу никого убедить, но на самом деле это не вписывается в эти понятия. И такие ангары, они нифига уже не легкие и нифига уже не тонкостенные по сравнению с тем, что есть сейчас на рынке в современных технологиях. Надеюсь, эта информация кому-то будет полезна и у кого-то теперь в голове будет, скажем так, большая ясность, что же такое ЛСТК и как его отличать и с чем его применять. С вами был Владимир Лозенко. Это канал Фабрика Каркасов. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, если вам информация заходит. Ваши лайки, ваши подписки нас мотивируют на следующие подвиги. Всем до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok